Сегодня мы посетим литературный музей имени Тючева в усадьбе Муранова. Собрание музея насчитывает более 28 тысяч экспонатов. Большая часть предметов – мемориальные, принадлежавшие владельцам усадьбы и их родственникам. Музей очень интересный, экспозиция чрезвычайно насыщенная редкостями и уникальными экспонатами. Вход в музей главного усадебного дома через это скромное неприметное крыльцо. Длинный коридор делил пристройку на южную и северную половину. В нем и поныне находится зеркало печи, выложенное изразцами XVIII века. Это является косвенным свидетельством старого происхождения как печи, так и самого помещения. Библиотека – одна из самых уютных и приветливых комнат Мурановского дома с камином и выходом на балкон. Здесь хранится основная часть мемориального фонда, который сложился благодаря стараниям ни одного поколения обитателей усадьбы и их родственников. Украшением библиотеки являются тяжелые фолианты знаменитой французской энциклопедии, составленной деятелями эпохи Просвещения Дидро и Деоламбером. Особую ценность представляют книги первого русского энциклопедического лексикона Плюшара. Интерьер библиотеки дополняют гравюры и литографии с историческими и жанровыми сценами. Здесь же находятся портреты некоторых исторических деятелей. Имеются в библиотеке такие оригинальные предметы, как телескоп 18 века, шкаф-бюро того же времени со множеством ящичков и потайных замков и большие напольные часы с календарем. Они изготовлены мастером Августином Мартеном и принадлежали Тютчеву. Кабинет Николая Ивановича Тютчева. В 1906 году в Мураново было доставлено значительное количество вещей, книг, предметов изобразительного и декоративно-прикладного искусства из имения Варварина Юрьев, польского уезда Владимирской губернии. В юго-западном углу стоит письменный стол, к которому спускаются находящиеся на стенах портреты разных форм и размеров. Столешница тоже сплошь заставлена портретами и различными предметами, но в этом обилии присутствует своя красота и порядок. На письменном столе керосиновая лампа для работы Тютчева, хозяина кабинета в 1915 году. Лица на портретах, собранные на восточной ктене, представляют все поколения и эпохи Мурановской усадьбы. Это супруги Энгельгарты, Боротынские, Путяты, молодые Тютчевы и поэт Федор Иванович Тютчев. У стены размещен столик красного дерева с боковыми устоями, выполненными в форме лиры. По сторонам от него два кресла. На овальном придиванном столе у северной стены стоит керосиновая лампа, свет которой очерчивает большой гостевой круг. Вокруг стола диван, кресло, банкетки. И вот сейчас я открою вот эту вот дверь, и за дверным районом вы увидите кровать. На этой кровати умер Федор Иванович Тютчев. Вот, умер он в царском селе, и после смерти поэта, его супруга, Ренестина Федоровна и сын Иван Федорович, они решают привезти все сюда, и мебель, и речные вещи. И вот в этой комнате находятся предметы интерьера спальни Федора Ивановича Тютчева, привезенные сюда из царского села. Столовая. Комната, прямоугольная в плане, с двумя окнами на юг, двумя симметрично расположенными высокими двустворчатыми дверями, находится в середине южной анфилады Мурановского дома. Ей предшествует прихожая и южная часть большой гостиной, за ней находится библиотека и терраса зимнего сада. Ниша с двумя наивными домашними колоннами маскирует две двери. Ранее одна вела на второй этаж, в детские и гостевые комнаты, другая – в коридор и далее в буфетную. Посереди комнаты стоит стол-сороконожка сороковых годов XIX века. Вокруг него и около стен размещены стулья красного дерева павловской эпохи, прекрасная по своим пропорциям и простоте рисунка. Столовую усадебного дома украшают портреты, гравюры, старинная люстра, буфет с богатой резьбой и супница на поддоне в знак обеденного ритуала и благосостояния, сервиз редкого бирюзового крытья. Большая гостиная, комната восьмиугольная в плане, расположена поперек главной оси дома. На северной и южной сторонах – эркеры с застекленными донизу дверями. Пространство комнаты разделено на три части печами, которые соединены между собой арками. Около дивана – деревянный золоченый стол с доской из черного мрамора, с видами Рима, итальянской мозаичной работы начала XIX века. У стены, прямо напротив камина, находится короткий и глубокий диван, именуемый по-французски крапо. Он обшит полосами малинового бархата и вышивками с шерстью по конве работы второй жены поэта Тючева. На восточной стене, над диваном, помещен самый старый портрет собрания. Неизвестный художник, 1740-е годы, Кудрявцева, участника Полтавской битвы. Согласно семейному преданию, Петр Великий наградил его за храбрость оружием с клинком из дамасской стали. Ниже – большой постельный портрет семейства Энгельгардтов. Он был написан художником Барду в знаменательной для этой семьи, 1816 год, когда имя было приобретено Мураново. При постройке дома угловая комната по северному фасаду первого этажа предназначалась для спальни Баратынской. Потом, в течение нескольких десятилетий, она служила спальней Путите. При создании музея Николай Иванович Тючев устроил здесь зеленую гостиную, названную по цвету обоев и обивки мебели. Предметы гарнитура первой четверти XIX века – красного дерева с позолоченной резьбой и темно-зеленой обивкой. Со времен Баратынской здесь стоит киот работы мурановских мастеров. В нем находится образа Богородицы начала XVIII века – Казанское и Знамение. На южной стене находится самое большое живописное полотно в доме – групповой портрет княгини Евдокии Николаевны Мещерской с дочерью Анастасией Борисовной и подругой Ельчининовой работы Спажинского. Триумфальные часы с Афиной палладой на колеснице. Другие часы зеленой гостиной. На этом мы пока остановимся и далее продолжим осмотр дома-музея в Мураново уже в третьей части моего рассказа.